алена полын начала снимать цикл видео про нашу матушку россии о крупных ее городах местах силы аномальных зонах легендах до интересных мистических легендах то есть мы смотрим эти места с точки зрения ведьмы до делаем расклад и как бы смотрим на достоверность действительно ли это так было да если мы какую-то легенду например рассматриваем и что это место на самом деле может означать для человека ну какие плюсы или минусы например может человек на этом месте почерпнуть да может быть набраться сил либо наоборот потеряет очень много на этом месте находясь да вот и сегодня я расскажу об иркутске это очень крупный один из крупнейших городов сибири и по своим легендам и скажем так о призрачной своей истории да он не уступает ни москве ни санкт-петербург потому что ну как бы у нас считается таких основных два города в москве и в питере да где огромное количество призраков да и мест где они обитают вот и иркутска также является скажем так но можно наверное поспорить да с москвой и с питером по количеству этих призраков вот их действительно очень и очень много в иркутске я сама там была несколько лет назад и могу сказать что такими легендами ну там просто кишит вот ну практически каждый район наверное в каждом районе там ну за исключением конечно новостроек да там где новые совершенно дома это я хочу сказать что даже в новых домах очень много призраков объясню почему сам иркутск я бы так сказала что практически на могильниках стоит начиная с за последние сто лет да было закрыто если я не ошибаюсь по моему 12 кладбищ крупных и на этих местах были построены либо жилые комплексы где сейчас люди живут либо вот например там здание суда я помню есть есть военный госпиталь глазная хирургия на где вот происходит очень много на самом деле таких событий и было много случаев когда рассказывали особенно это касается больниц да вот где больницы именно госпиталь и глазная клиника что те люди которые видели там призраков в скором времени ну там какое-то совершенно маленькое там несколько дней там или недель проходила и в их семьях кто-то умирал то есть эти призраки были как предупреждение того что придет смерть вот принципе это не удивительно потому что ну все-таки мертвая земля да и но она потревожена нельзя строить помещения какие-либо достроения на тех местах где были захоронения особенно когда это старое кладбище и там но очень много было захоронений различных вот ну и давайте посмотрим все таки насколько это место притягивает мертвую энергию потому что очень многие связывают такие случаи как авиакатастрофы которые происходили кстати над иркутском довольно крупные да и даже вот ну в наше современное время вот буквально вот за последние несколько десятилетий до было две очень крупных авиакатастрофы вот давайте как раз вот их рассмотрим насколько это притягивает действительно ли это так и есть что вот эта земля потревоженная мертвая земля которую ну скажем так просто сравняли до эту землю и на этом месте начали строить различные постройки насколько она потревожена да и действительно ли нам притягивает вот этот негатив да вот что происходит различные катастрофы и умирают люди так давайте посмотрим с авиакатастрофами действительно ли это мертвая земля потревоженная стала причиной того что произошли катастрофы где погибло много людей так смотрим да смотрите действительно это так вот здесь как раз видно что земля действительно потревоженная да это определенная земля которая принадлежала определенному эгрегору то есть да это земля мертвых вот и очень много негативной энергии да много агрессии видите вот королева металла который действительно говорит о том что ну я бы так сказала что хозяйка кладбище да она действительно притягивал эти энергии и авиакатастрофы произошли не случайно именно над иркутском не случайно именно в этом месте то есть мертвая земля действительно притягивает вот именно души до людей что происходит ну складывается событийный ряд таким образом что может быть и если бы над иркутском самолет не летел да а где-то в другом месте да по другому воздушному коридору скажем так может быть авиакатастрофы и удалось бы избежать может быть там причиной то что оговаривалось да там черные ящики и так далее там какие-то свои были озвучены но если бы не это место не это аномальная зона возможно катастрофы удалось бы избежать но в данном случае действительно это притянуло то есть это место притянуло события что случились именно в тот момент и и катастрофа произошла вот еще хочу посмотреть также да вот по поводу призраков то что касается больниц да вот то что говорили по больницам что действительно ли это приходят призраки до вестники того что он вестники смерти да что кто видит этих призраков на самом деле да кто-то умирает из родных в ближайшие несколько дней или недель действительно ли эти призраки являются вестниками смерти в данном случае такие легенды ходят вот военные за военный госпиталь и глазная хирургия эти места тоже построены на бывших кладбищах бывших могильниках то есть недаром говорят что мертвому мертвое до живому живое такие места конечно нельзя тревожить тем более строить какие-либо постройки на них итак смотрим действительно ли в этих больницах обитают вестники смерти а 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 Так, ну я бы сказала, что да, это действительно так Вот, смотрите, здесь снова выходит, да, карта Энгрегора То есть Энгрегора именно здесь, вот в данном случае мы рассматриваем как смерть Вот, и по этой карте, да, вот можно сказать, что действительно вот четвёрка ветра, да То есть это как предупреждение идёт Причём предупреждение именно, вот, ну, возможно, даже как по семье, да Что действительно кто-то из родных умирает, да, потому что, видите, здесь гнездо Что не предупреждает ни самого человека, что он умрёт, да, в ближайшее время А умрёт именно кто-то из его родных, да, то есть это вот такая информация, она передаётся Вот, и также хочу сказать, что, да, само кладбище это было Некие колдовские ритуалы там проводились на этом месте Вот, и это, в общем-то, да, плохо сказалось, как бы, на самой энергетике Этого места Поэтому, да, такие предупреждения действительно есть, они действительно происходят И предупреждают людей, что в скором времени кто-то умрёт из родных Так, и давайте посмотрим ещё жилые дома Да, где построены жилые дома Насколько опасно, ну, в принципе, это и так понятно, что, да, это опасно на самом деле Жить в таких домах, где, которые дома построены именно на кладбищах бывших Насколько это несёт опасность для самих людей, которые там живут Потому что я, в принципе, очень сильно сомневаюсь, что кто-то эту землю каким-то образом проводил ритуалы Да, защиты или ещё что-то для того, чтобы уберечь людей В любом случае, земля была потревожена Души были потревожены И построили жилые дома Давайте посмотрим, как живётся тем людям Которые проживают в домах этих, построенных на кладбище бывшем Так, две карты тащатся Так, ну вот, смотрите, видите Действительно очень тяжело Вот, смотрите Бедность Остановка Ага, тут даже три карты вышло Вот, смотрите Как людям тяжело живётся Действительно очень много негативной энергии Энергии застоя Причём, видите, она несёт ещё и бедность, эту энергию Вот, смотрите, видите Да, вот то, что идёт застой Мало того, что это и по здоровью, конечно же, пробивается Причём пробивается очень серьёзно и довольно-таки быстро То есть люди очень часто, я бы так сказала, что очень часто болеют Вот, и такая вот замкнутость, да Вот, возможно, даже страхи испытывают То есть эти призраки, которые там появляются, они их очень сильно пугают Но также ещё, видите, здесь присутствует вот энергия такая вот, да Остановка по деньгам То есть энергия бедности, я бы сказала Те люди, которые там живут, там нет возможности получать определённые ресурсы на деньги Потому что, видите, вот земля, она здесь закрыта То есть энергия земли, она мёртвая Поэтому люди не могут получать блага вместе с том, которым они там живут Конечно же, лучше из этого места переехать И там, если есть такая возможность, конечно же, да Ну, либо как-то обращаться к мастерам, пробовать нейтрализовать Но такие вещи, как правило, уже невозможно сделать нейтрализацию Потому что, ну, единственный выход – это оттуда просто уехать Вот, ещё хочу посмотреть одно место в Иркутске, да, тоже интересное На Иерусалимском, в Иерусалимском церковь Иерусалимская, да, наверное, правильно так будет назвать Не храм, хотя, ну, как бы, они называют это храмом, но правильно это не может быть храмом, это строение При его постройке, когда устанавливали купол, он сорвался Пострадавших не было, ну, по крайней мере, так гласит летопись, да, что никто не пострадал Но, знаете, как говорят, история о многих вещах умалчивает Но, тем не менее, слухов было очень много Говорили, что и было много, и были пострадавшие Кто-то кого-то он раздавил Вот, кто-то это Но основного, скажем так, официального источника это не упоминается В официальных источниках сказано, что при падении купола никто не пострадал Вот, и через несколько лет строительство закончили Но стали происходить странные вещи Было очень много различных трагедий там, в том числе и находили Ну, первая из таких вот трагедий, через несколько лет, которая произошла Это девушка, которая повесилась именно под этим куполом То есть, тоже вы должны понимать, что это неспроста Вот, значит, срочно закрыли эту церковь на реставрацию, как бы Вот, ну, выясняли, очень долго выясняли, почему, что и как произошло Но так ничего и не решили Вот, но тоже вы должны понимать, что, то есть, как бы в этом месте Конкретно, да, произошла такая трагическая смерть Тоже это не просто так Вот, через несколько лет такое же событие снова повторяется Снова суицид через повешение, но уже юноша То есть, молодые люди умирают Вот, как бы это И потом уже начали являться призраки То есть, призраки этой девушки и юноши Они постоянно приходили, пугали людей Ну, никто не мог в этом месте вообще очень долго находиться Потом в советское время, ну, помните, да, очень много церквей закрывали Переделывали их под какие-то культовые сооружения Да, там, например, там, дом отдыха Там отдавали, там, под библиотеки, под кинотеатры и так далее То есть, да, вот, переделывали под какие-то культурные заведения Не исключением стала и эта Иерусалимская церковь Там было и, по-моему, если не ошибаюсь И общежитие, и Еще, по-моему, какие-то, ну, что-то там Разное были, да Значит, отдавали под разные организации Но долго там никто не мог находиться, да Постоянно вот их кто-то, как бы, выживал, да, оттуда Вот, много страха воспитывали Было неуютно людям Вот, и они постоянно оттуда уходили Куда-то кто-то переезжал Долгое время там пусто было Сейчас это снова церковью было освящено, да И сейчас она действующая Вот, но долгое время, в советское время, да Там было пусто после того, как уже никто не хотел там Никакие, скажем так, открывать организации Потому что ходило очень много слухов И различные, что там действительно приходят призраки, да Они пугают людей, и потом у них случаются различные трагедии в жизни Вот, но рядом находилась там колледж Где первокурсники делали такой обряд инициации Для своих, как бы, посвященных свой круг Да, ночь нужно было провести под этим куполом Только с одной свечкой Вот, и был один такой случай Он как бы гремел, да, на весь Иркутск в то время Что утром там нашли девушку с парнем Девушка была мертва А парень сошел с ума Вот, вскрытие потом показало, что у девушки Смерть наступила от сильного испуга Вот, значит, что же я хочу посмотреть Да, это такая вот, как бы, история Действительно ли Сначала, да, посмотрим Действительно ли никто не пострадал Когда обрушился купол, да При строительстве, когда его хотели установить Да, и действительно ли не было пострадавших Так, ну, пострадавшие точно были Да, Туз Металла как раз об этом и говорит Причем пострадавших был не один человек Да, вот карта говорит влюбленных об этом Да, то, что было несколько человек Вот, и действительно, это, скорее всего Что были мужчины и женщины Вот, и впоследствии, да, поэтому так и случилось Что повешенные были молодые люди Поэтому, скорее всего, что пострадали молодые люди Вот, и поэтому и притягивают смерти молодых людей Да, что произошел с суицидом с девушкой и с парнем Так, давайте посмотрим Действительно ли они приходят и пугают людей Так, души, которые покончили жизнь самоубийством Да, вот повешенные суицидом Девушки и молодого человека Действительно ли они приходят То есть мы сейчас посмотрим Ну, они действительно, скорее всего, что не упокоены Да, поэтому мы сейчас это как раз и посмотрим Действительно ли они приходят и Несут, скажем так, ну, такие вот несчастья Да, для тех, кто их увидит Что происходят трагические события Да, вплоть даже до смерти То есть они пугают до смерти людей Так, ну, душа, души, да, смотрите Все в огне Все в огне Душа в огне Она не упокоена Она не упокоена И действительно, то, что она несёт То, что она несёт, да Она несёт вот именно вот энергию Такую вот разрушающую Она несёт разрушающую энергию Действительно, кто их видит В их жизни, в жизни этих людей Происходят трагические события Вот, да, душа, которая могла бы Быть упокоенной, да Могла бы при каких-то других обстоятельствах Уйти в исток, куда надо Она зацепилась Она сидит Она прикреплена к тому месту, да Где вот произошла сама смерть И она вся в огне Она горит Она пылает Она находится на заклане в религии Мало того, что это на самой территории было, да Внутри этой церкви Ещё при таких трагических обстоятельствах Под куполом, да Где произошли эти смерти Вот, эти души, они там на месте остаются Они очень сильно страдают И действительно несут энергию разрушения То есть, кто видит этих призраков В их жизни происходят трагические события Это действительно так и есть Вот, это мы посмотрели Немножечко по Иркутску Вот, пишите, что вы ещё хотите посмотреть Какие города, какие места Будем продолжать эту тему Иркутску большой привет И в том числе его символу Бабру Субтитры сделал DimaTorzok